Валерий Ильич, четыре вопроса, которые не решаются, 23 года. Это чудовищно. Я их начал ставить в Кремле здесь в декабре 1993 года. Новое здание. Нам обещали в ноябре 1994 года, говорят, дорого, народ живет плохо. Но новое здание можно построить без копейки из бюджета. За счет новых, старых зданий Думы и Совета Федерации. Но оказалось, что новый центр стоит все-таки дороже. Инвесторы частные просят еще третье здание или землю в новой Москве. Это легко решаемо. И они без нас все построят, но парламента у нас нет. У нас мы как бомжи в чужом здании арендаторы. Второе. Русские и вообще соотечественники. Но единственная в мире страна, которая не пускает к себе своих соотечественников. Венгры и Израиль в аэропорту вручают паспорта этническим венграм, этническим евреям. Русские выпихивают в Россию своих граждан. У нас было бы сейчас население 200 миллионов. Но миграционная служба занимается саботажем. И русские ходят по стране даже 8 лет. Уже прошло, до сих пор паспорта не дали. Надо навести порядок. Мы вносим поправки, поправки. Надо дать один закон. Немедленно вручить паспорта всем русским в стране пребывания. В Киеве, в Ташкенте, в Баку. Там дать им паспорт русский. И не мучить их здесь. Дошло до идиотизма. Русскому срывают экзамен по русскому языку. Он носитель русского языка. Ему говорят, ты не сдал экзамен. Я спросил, какой вопрос? Даже я не смогу ответить на этот вопрос. Это издевательство. Вымогают взятки. Правильно убрали рамадановские. Но служба работает плохо. Третье. Демократия. Каибы. Владимир Владимирович, мы уже давали деньги на Каибы. Чуров обещал по всей стране поставить Каибы еще лет 5-7. И все вопрос не решается. Но надо поставить Каибы. Всем будет видно, что честные выборы проходят. Там, где Ростовская область, там убрали председателя избиркома. Сейчас Воронежскую убрали. Их нужно всех убрать. Там везде грязные руки. И подтасовывают результаты. Но нужно навести порядок. Нам всем выгодно. Мы рады тем выборам, которые прошли 18 сентября. Нужно довести. Теперь эти массовые отравления. Тоже постоянно мы требуем жесткая госмонополия на весь алкоголь, весь табак и сахар. И у нас не будет никакого дефицита бюджета. Все эти три продукта, потребляемые каждый день, дадут дополнительно по году 3 триллиона рублей. Чем мы эти деньги бросаем? Царь не бросал эти деньги. Советская власть не бросала. Сейчас алкогольная мафия занимается вот такими вещами. В конце концов, давайте дадим дешевую водку. Самая дорогая водка. Самая дешевая водка сегодня 200 рублей. 190. Давайте за 100 рублей выпустим. Как была Андроповка. Какая-то народная. Пусть хотя бы не травятся. Чего же не пьют эту гадость? Эту гадость выпускать только в специализированных вещах. По 50 грамм разлив и под жестким контролем. А губернатора Иркутской области отправить в отставку. Если у него такой мор идет. 60 человек уже умерло. И что это за врачи? Что это за полиция? Что это за ФСБ? В одной области не могут пресечь. Уже люди в гробу. Они все еще ищут. Кто там этим занимается. Чрезвычайное положение ввести войска, бросить. За два часа всю область перевернуть. И наказать всех наглядно. Вопрос. Наш бюджет. Вот 2,72 триллиона. Резервы Центробанка. Резервы Центробанка 400 миллиардов долларов. Это в долларах 50 миллиардов. Вот нам нужно сегодня, чтобы покрыть дефицит. Почему мы не можем взять эти деньги? Почему мы подчиняемся Международному валютному фонду, значит, Всемирному банку? Почему? Не все страны это делают. Потому что они вот... Центральный банк, он работает, так сказать, ну, на рост экономики в нашей стране он не работает. Деньги есть, брать не можем. Почему? Вот не рекомендуют нам МВФ и Всемирный банк. С какой стати? Это наши деньги. Это огромные деньги. И мы не можем их использовать. Это резервы нашего банка. Что это, деньги на биулины, что ли? Надо здесь навести порядок. Мы же, в конце концов, независимая страна. Пусть он работает на рост экономики в России, так же, как работают банки Америки, на рост американской экономики. А он для чего у нас работает? Они не знают, куда деньги уже лопатой грузят. В квартирах держат уже, засовывали куда угодно. Только это девочка 9 миллиардов, только это полицейские 9 миллиардов. Денег немерено. Ну, давайте их бросим на экономику. И, наконец, экспорт должен быть. Продуктов переработки. Сколько можно дерева гнать, бревно, кругляк, и сырую нефть и газ. Все можно переработать. И в 10 раз больше будут доходы. И продовольствие. Владимир Иванович, почему-то не сказал, он уже специалист, по сей день сказать, скоро продовольствие будет нам давать доход, можно сделать больше, чем нефть и газ. Мы же по оружию уже вышли на большие доходы. Почему не можем выйти на продовольствие? Столько пашней. И это продовольствие будет самое лучшее. Европа задыхается этой гадостью, которую они покупают и продают. У нас был лозунг «Назад в деревню». Ну, где этот лозунг? Два лозунга поставить на всех вокзалах. Русские «Добро пожаловать в Россию» и всей молодежи «Назад в деревню». Поезжайте, там будет у вас усадьба, будут у вас рабочие, стройте там, все делайте. То есть мы все это можем сделать, но чиновники мешают. Согласен тоже с Владимиром Ивановичем по поводу соотечественников. Нужно упрощать получение российского гражданства. Согласен. Единственное, что это вопросы, связанные с жильем, с работой, как обычно, социальным обеспечением. И распределением по территории. Вот вы сами сказали, хорошо бы поехали на село, но не едут, в том-то все дело. А едут в Москву, в Петербург, вот в чем проблема. Но это такая непростая задача, но очень правильная, благородная, и я согласен, надо этим заниматься более напряженно. Вот по КАИБам тоже согласен, я соответствующую бумагу к председателю избиркома подписал. Владимир Владимирович, задали вопросы риторические, а от чего, что хорошо-то, вот люди могут спросить, а хорошо, вот то, что хорошо изложено в ваших брошюрах, вы мне их иногда презентуете, я почитываю их. Там есть хорошие мысли про это. В свое время Владимир Вольфович изложил идею, где-то в начале 2000-х, в 2002-м, что ли, мы с ним встречались, потом она была реализована в виде федеральных округов. Это правда, это так и есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!